Всем привет! Это канал I Like Pet и в сегодняшнем ролике мы расскажем, почему игра с палкой опасна для собак. Совершенно очевидно, что палка хоть и простая, но далеко не самая лучшая игрушка для животного, ведь игра с палкой является небезопасной. Позволяя собаке играть с палкой на улице, никогда нельзя быть уверенным, что на ее поверхности нет болезнетворных бактерий или вирусов. Есть вероятность, что палку, подобранную из земли, еще совсем недавно грызло инфицированное животное. А если речь идет о палке, которую хозяин сорвет с дерева непосредственно перед тем, как дать своей собаке, то это тоже не лучшая игрушка, так как и на ней могут быть опасные микробы, оставленные птицами или насекомыми. Опасно грызть палки щеночков в период смены зубов, когда их десны очень сильно ноют. Любая палка не лишена загрязнений, которые могут вызвать сильнейшее воспаление и без того страдающих десен. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку подписаться. Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Не всегда у хозяина есть точная уверенность, палку от какого дерева грызет его любимец. Дело в том, что кора некоторых деревьев и кустарников чрезвычайно ядовита для собак. Так, к примеру, контакт с древесиной тисовых деревьев может привести к плачевным результатам в виде судорог и сильнейшей рвоты. Бывает и так, что собака ест палки, а не просто грызет их. Это может привести к травмам глотки, гортани и трахеи. Кроме того, проглатывание большого количества древесины чревато закупоркой желудка и кишечника. Если собака грызет палки слишком часто, у нее могут быть запоры, тошнота и прочие неприятные проблемы. Чтобы переключить внимание собаки с палок на что-то другое, стоит приобрести разнообразные игрушки в виде мячиков, пищалок, погремушек или тарелок. И выходя на прогулку, нужно брать с собой какую-нибудь игрушку для собаки. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.